Урок мужества «Выстоит любой ценой» посвящается дню прорыва блокады Ленинграда. Это было 18 января 1944 года. «Нам не забыть тех чёрных дней, но испытания делают сильней». Из стихов Ольги Бергольц, которая пережила блокаду Ленинграда. Без воды, без тепла, без света, день похож на чёрную ночь. Может, в мире и силы нету, чтобы всё это превозмочь. Умирали и говорили, наши дети увидят свет, но ворот они не открыли, на колени не встали, нет. Луна скользит по небу одиноко, как по щеке холодная слеза. И тёмные дома стоят без стёкол, как люди, потерявшие глаза. Но в то, что умер город наш, не верьте. Нас не согнут отчаяние и страх. Мы знаем от людей, сражённых смертью, что означает смертью смерть поправ. Мы знаем, клятву говорить непросто. И если в Ленинград ворвётся враг, мы разорвём последнюю из простынь лишь на винты, но не на белый флаг. Стихотворение Аннахматовой, для которой Ленинград родной город. Птицы смерти в зените стоят. Кто идёт выручать Ленинград? Не шумите вокруг. Он дышит. Он живой ещё. Он всё слышит. Как на влажном балтийском дне Сыновья его стонут во сне. Как из недр его вопли хлеба. До седьмого доходит небо, но безжалостно эта твердь. И глядит из всех окон смерть. Без воды, без еды, без света. От рассвета и вновь до рассвета. Чётко помня, ни шагу назад. Выживал, как умел Ленинград. Как продержаться на пайке наскудном? Лишь кипяток и хлеб у них к обеду. В блокаде жить, да и работать трудно. Но надо выжить и добыть победу. Фашисты взять хотели на измор блокады ленинградцев-патриотов. Но справедливый дали им отпор. Они ж не ждали от ворота поворота. Танк после сборки на военном заводе в Ленинграде сразу уходит на фронт. Всё для фронта и всё для победы. Сил, здоровья никто не жалел. Лозунг бабушек наших и дедов подарил нам счастливый удел. Отцы на фронте за победу бьются, а дети на заводе у станков. Над городом снаряды, бомбы рвутся. Но им не страшно, нрав их не таков. Покушать нечего, хотя бы кипяток или бульончик жидкий приготовить и мирной жизни хоть один глоток, но надо верить и не хмурить брови. Подсобные участки постарались разбить на площадях, газонах, скверах. Чудесным образом от голода спасались, но не теряли оптимизм и веру. Как защитить от гибели детей? Как образумить нелюдей-фашистов, чтобы отказались от воинственных затей и поняли, что их разгром так близко? В чём объясните дети виноваты? Чем их порадовать в военный грозный год? Они с повязками на ранах, как солдаты, хоть ёлка пусть им радость принесёт. Все знают историю Тани Савичевой. Её именем впоследствии названа планета 2127 Тани, открытая в 1971 году астрономом Черных. Вот санитары, обходя дома все в Ленинграде, нашли у Савичевых Таню чуть живой. Они находке этой были очень рады. Спасать детей им было не впервой. Жаль только, радость-то недолгую была. Через два года Таня всё же умерла. Родная сестра Тани Савичевой до сих пор по данным СМИ живёт в Петербурге и хранит память о Тане. За что, скажите, люди погибают? Кто право дал их жизни отнимать? И до сих пор ответ никто не знает. Так значит, разум должен побеждать. Латышское озеро стало легендарной дорогой жизни. Российская природа помогла им выставить и выдержать блокаду. Дорога жизни через озеро была. Спасение в ней за выдержку награда. Мы помним, блокада Ленинграда продолжалась 900 дней и ночей. 27 января 1944 года – это день полного снятия блокады Ленинграда. «Прорыв и снятие блокады! Слава и тебе, великий город! Сливший воедино фронт и тыл, в небывалых трудностях которой выстоял, сражался, победил!» писала Вера Ибнер в 1944 году.